здравствуйте друзья у нас снова на экранах светланы как иммиграционный адвокат из сан-франциско мы сегодня поговорим немножко за пределами вот политического убежища как прошлый раз так получилось вот такая спонтанная встреча а сейчас мы давайте может быть про бизнес немножко потому что но вот меня как бы заинтересовал я вижу разных людей которые что-то такое рассказывают иногда что такое что кажется не очень правдоподобным вот на днях для парнишка один я не помню средний ази откуда-то и он говорит что-то меня бизнес там что-то по доставке чего-то развозка доставка там я не знаю и ему там кто-то сказал вот тебе там хочешь в америку вот там есть адвокаты там где-то они во флориде в общем давай вот они сейчас там все сделают бизнес вот визу или там или какой-то и у меня сомнение вот какое было я просто вопрос такой у меня длинный но мое сомнение вот какое было все-таки с точки зрения американской страны когда мы говорим вот есть человек у него есть бизнес мы хотим дать его возможность делать бизнес здесь мы от него чего хотим как как государство у нас есть ему требования какие-то требования от американского правительства к этому на самом деле но американское правительство наверно как и любое правительство любой страны заинтересована в поднятии уровня своей экономики вот и также заинтересована калан кликных людях поэтому естественно есть законодательство которое и миграционное законодательство, которое было создано и подтверждено Конгрессом Американским именно для этих целей, чтобы приезжали в Америку талантливые люди и чтобы они улучшали уровень жизни населения. Для этого эти визы были созданы. По бизнесу. По бизнесу. Потому что семейная иммиграция именно для чисто моральных понятий, не связанных с экономикой, а именно для того, чтобы всеми жили вместе. А бизнес-иммиграция и инвестиционная иммиграция – это основная цель, чтобы поднять экономику в стране. Ну, вот же можно просто там, скажем, иммигрировать на основании того, что ты вложил деньги в экономику. Для этого не нужно делать бизнес. Ты просто положил деньги, кто-то их администрирует. Так же тоже можно? Ну, тоже нужно делать бизнес. Просто есть определенный вид инвестиций. По-английски это называется категория EB-5. EB – это значит Employment Based. И категория номер 5. Это инвестиции тоже в бизнес. Просто нужно вложить не миллион долларов, как в свой, например, бизнес, который человек сам открыл или расширил. А есть специальные региональные центры, которые подтверждены иммиграционной службой, в которые нужно вложить 500 тысяч долларов или больше. И этот региональный центр за дополнительную плату сам занимается этими деньгами. А человек за это получает гринкард и через какое-то количество лет получает свои деньги обратно. То есть все связано с бизнесом. Просто вопрос, кто этим бизнесом занимается. – Ну хорошо, вот парень, у него бизнес по доставке там, я не знаю, пусть будет там пицца. Он говорит себе, вот он к вам пришел и говорит, значит, Светлана, что-то мне простора не хватает, бюрократы там, взятки, думаю, ну и всех на экономика, я по Америку. Вот вы ему чего скажете? То есть вот есть путь? – Смотрите, есть путь для людей, у которых есть свой бизнес в их стране, которые хотят открыть бизнес в Америке. – Да. – То есть этот человек будет учредителем или хозяином бизнеса в своей стране и в Америке. Есть определенные требования для этих виз, то есть там должны быть определенные квалификации в плане образования, уровня образования человека, который этим занимается. В принципе, особого значения род бизнеса не имеет. – А все-таки образование важно? – Важное образование или количество лет опыта. То есть обычно это работает, если учредитель один в обоих местах, то есть мы говорим о человеке, который на менеджерил или на экзекутив позиции. То есть человек должен быть президентом или директором бизнеса, то есть на него должны работать люди и у него должны быть соответствующие квалификации, чтобы находиться на этой должности. – А если у него квалификации нет, а он тем не менее создал компанию, там работает 50 человек, а он среднюю школу не закончил? – Тогда он должен быть менеджером этой компании. Скорее всего, тогда посмотрят на количество лет, у него опыт работы. То есть это будет сложнее сделать молодому специалисту, например, который только после школы вдруг с гениальной идеей открыл бизнес и нанял 50 человек. У него может не хватать квалификации для визы, которая называется L-виза. Это значит Intra Company Transfer. То есть интро – это внутри компании. То есть его компания находится, допустим, в России, он открыл компанию в Америке. И это могут быть не связанные между собой бизнесы абсолютно в разных индустриях, разных направлениях, но один и тот же хозяин. – То есть внутри хозяина трансфера? – Как бы внутри своего же, своей же компании. Даже если они раньше, законодательство говорило, что эти компании должны быть связаны по бизнесу. То есть это должен быть, например, филиал той же самой компании. А последнее какое-то количество лет поменялось законодательство и разрешается, чтобы связь с двумя компаниями была именно через учредителя. – А вот на уровне практическом. Они выдают много грин-карт в итоге, после того, как люди приезжают по L и ведут бизнес один, другой не связанный в другой стране. Здесь у него два инвалида, там, значит, не знаю, папиросы набивают, тут у него, я не знаю, пиццу развозят, и ему бах, грин-карту за это. – А я сейчас объясню. Есть отдельные, есть специальные требования вот на вот эту визу, про которую мы говорим. Она хороша в плане того, что на нее на данный момент нет квоты. То есть, в принципе, можно на нее подавать в любое время года. По сравнению, например, с H-визой, которая рабочая виза, которая проблематичной стала, потому что на нее лотерея все время. Л-виза, человек не зависит от другого работодателя, он сам от себя зависит. И подача документов в любое время года. Но L-виза не связана с получением грин-карты. Грин-карта – это постоянная миграция, а L-виза – это временная. Точно так же, если человек приезжает по рабочей визе H, параллельно с H-визой начинается процесс легализации на грин-карту. Но обычно, если человеку выдали L-визу, и, допустим, желательно хотя бы год, чтобы он поработал по этой визе, и ничего в худшую сторону не поменялось, то есть бизнес в Америке развивается, то обычно без проблем люди получают грин-карту. После этого, на того, кто получил L-визу, и на членов семьи, то есть на жену или мужа и детей до 21 года. То есть это массово? Это много таких? Ну да, это много, но пока что не так много, чтобы была проблема, допустим, с назначением квоты, скажем. То есть это массово, но это не так массово, как H-виза. А статистика есть какая-то? Знаете, может быть, есть статистика, но я, честно говоря, не имею статистики. Есть, опять же, есть какие-то требования. С одной стороны, вроде как ее не так сложно получить для тех, кто имеет свой бизнес уже. Но там есть требования, например, человек должен за последние три года перед подачей на L-визу хотя бы год проработать в своем бизнесе на executive или managerial должности. То есть кому-то это может не подойти. Например, люди уже больше, чем три года находятся в Америке, то они, скорее всего, не смогут воспользоваться L-визой, потому что им надо показать, что за последние три года перед подачей на L-визу они хотя бы год фулл-тайм, на постоянный полный день работали в своей компании за границей. Я просто чего думаю, что тенденции миграционные, которые из моего окошка, например, видны, то есть мы видим, что гораздо больше людей сейчас, у которых есть деньги, пришли к мысли о том, что пора куда-то уже деваться. Потому что они раньше, может быть, имели какие-то надежды, что можно будет не двигаться, что на месте как-то устаканится, и вдруг они теряют эти надежды. У многих это экономический характер носит, соотношение рубля и доллара, я не знаю, чего. То есть есть люди, у которых да, есть бизнес, да, есть какие-то деньги. Они, правда, я не знаю, поскольку мы понимаем, что у них там тройная бухгалтерия, и там черные конверты, зарплаты, такие-сякие. То есть, может быть, они и пять лет работают на менеджере, просто никогда денег официально не получали. Это тоже так бывает. Это часто бывает. Часто бывает. Но фактически получается, что создается такой мощный иммиграционный канал. Он, может быть, всегда был, но как бы не был популярен или что-то. Но вот для тех, у кого есть деньги, у кого есть бизнес, реально есть бизнес, вперед, так-так. Это на самом деле так. И другие страны, например, Китай, очень распространенно уже пользуются давно этими Эльвизами. В страны бывшего Советского Союза люди немножко скептически как бы относились к этому и, может быть, не так хорошо об этом знали. То есть, сейчас гораздо больше людей из бывшего Союза именно этими Эльвизами пользуются. Она не подходит для тех, кто собирается на постоянном переехать быстро в Америку и хотят закрыть свой бизнес у себя в стране. Потому что им нужно показать, что тот бизнес продолжает активно работать. Поэтому это не работает, если человек хочет открыть другой бизнес и закрыть тот. А есть что-то, если человек хочет реально переехать, вот там закрыть, а здесь открыть? Ну вот есть, например, Эльвиза. Она не для всех стран. То есть, сейчас определенное количество стран, которые имеют договор с Америкой и которые могут пользоваться этой Эльвизой. Одно из требований и визы, это нужно приехать, открыть какой-нибудь бизнес свой и вести торговлю со своей страной. Поэтому это не на все бизнесы подойдет. Потому что, если вы занимаетесь каким-то, например, импорт-экспорт, замечательный бизнес, понимаете? А если делать какую-то местную работу, допустим, как вы сказали, пицца-деливери, то это не подойдет. Потому что это будет местный бизнес. Хорошо, вот я знаю русский магазин, там работает, наверное, человек 15. И вот мне хозяин говорит, ты знаешь, я бы его продал. И вот думаю, вот может быть кто-то захочет купить бизнес, чтобы, значит, там вот, чтобы было 10 рабочих мест, и чтобы там вот это все. Это не подойдет под «и», да? Это что-то другое. Я сейчас объясню. То, что миллион долларов вложить и 10 рабочих мест, это связано с грин-картой. А «и» виза, «и» виза — это временная виза. «И» виза не очень распространенная для тех, кто хочет постоянно эмигрировать в Америку и в итоге получить грин-карту. После «и» визы сложнее получить грин-карту, чем после «Л» визы и даже после «Х» визы. Потому что она так построена, чтобы временно, чтобы человек приехал и искал пути инвестиций, занимался бизнесом, но она не ведет к «грин-карте». Если у человека есть выбор между «и» и «эль», обычно те, кто приезжают и хотят открыть бизнес в Америке, особенно вести бизнес со своей страной, у них обычно есть уже свой бизнес и не один в их стране. Поэтому для них гораздо лучше подходит «и» виза, если они заинтересованы в грин-карте. Потому что так построены требования, и есть небольшой конфликт с тем, какие требования на «и» визу и какие требования на грин-карту. А «эль» виза, часть требований на «эль» визу совпадают такие же самые, как на получение грин-карты для менеджеров или экзекютив. Поэтому «эль» виза лучше. Поэтому, когда человек планирует приезд в Америку, нужно подумать о том, какие у него цели на будущее. У него цели временно побыть в Америке и заняться бизнесом, или у него цели постоянной эмиграции. В связи с этим подбирается правильная виза, которая послужит потом инструментом для получения грин-карты.